Первые ласточки. С 1 ноября в Прикамье начали курсировать скоростные электропоезда. Они работают на двух востребованных направлениях. Ласточки связали краевую столицу с Кунгуром и Верещагином. Транспорт нового поколения протестировал Дмитрий Гаврилов. В составе 5 вагонов. Вместимость 400 человек. До Пермского края добрались первые ласточки. Аналогичные электропоезда курсируют еще в десятки регионов страны. Ласточка полностью адаптирована и для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Салон электропоезда история отдельная. Здесь просторно и комфортно. Есть удобные сидения, климат-контроль, вай-фай и, что самое главное, удобный туалет в главном вагоне. В электропоезде масса важных мелочей, повышающих комфортабельность. Отдельные зоны для багажа, информационное табло, откидные столики и розетки для подзарядки мобильных устройств. Для посадки и высадки пассажиров предусмотрены выдвижные ступеньки. Подъемная лестница выдвигается при срабатывании звукового сигнала. То есть машинист подает сигнал. Тогда мы уже можем подойти и открыть дверь. Многие сегодняшние пассажиры и не знали, что попадут на первый рейс «Ласточки». Люди удивились, увидев на перроне новенькие поезда. Очень замечательно. Едем прекрасно, с комфортом, тепло, уютно. Очень понравились двери, работают. Красиво. С прикосновением. Шикарное просто впечатление. Просто первое, что меня удивило, обслуживание очень комфортное. Кресло и подъем в сам вагон. То есть для пожилых, особенно пассажиров, это очень удобно. Эти электрички производят в Свердловской области. «Ласточки» быстро разгоняются и могут развить скорость до 160 километров. В следующий год, мы думаем, прирост пассажиропотока 4, 5, 6 процентов должен быть. За счет комфорта мы еще постараемся несколько поработать со скоростями движения, удобное время отправления и прибытия для пассажиров. Хотя это достаточно сложно сделать при той грузонапряженности, которая сегодня существует. Но, тем не менее, для удобства пассажиров мы это сделаем. В Пермской пригородной компании сообщили, что стоимость проезда до конца года менять не будут. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.